Музыка Нужно было подняться на 4 этаж, пройти сквозь охрану и сказать Я в гостиницу, в номер Постучать в определенную комнату Туда открывается дверь, приоткрывается дверь, высовывается голова и спрашивает О, ребята, привет, за кроссовками-то заходите Было около 10 пар примерно обуви Значит, мой размер оказался всего одна модель Поэтому ее не еще было выбирать Выбирали, какой есть размер под человека Такую берешь обувь Главное, что это ASICS Это был 96-й год Я жил в Новокосино, это там, что-то не было метро И я должен был доезжать до метро Новогиреева Садиться на маршрутку и ехать домой Это был достаточно долгий процесс Потому что пробки, потому что маршрутка стоила денег У меня денег было очень мало Я их копил И мне нужно было тренироваться Что я придумал Я выходил на метро шоссе энтузиастов И бежал через Маловский парк домой Потери по времени было порядка 15 минут То есть, если бы я ехал бы своим ходом дальше Продолжал движение Я приезжал бы на 15 минут раньше Но у меня была тренировка Я пробегал около 10 километров Экономил деньги И у меня есть тренировка Он думает, что ладно, я просто наделал кроссовки И просто буду без поезда хотя бы Потому что, ну ладно Ух, черт, светофор до этого До конца этого микрорайона А потом ты бежишь дальше Ты предлагаешь свою тренировку И каждый раз ты прибегаешь домой И говоришь, да Я это сделал Еще один день Еще один день В бизнесе, если ты работаешь не очень усердно То ты просто проигрываешь Разоряешься Это бизнес идет в тартарары Ты потерял свои деньги Поэтому ты вынужден работать И утром, и днем, и ночью И это нормальная история Так и должно быть По-другому быть не может Понимаете, самое сложное в жизни Это первый шаг Вот первый раз выйти, начать бегать Первый раз начать плыть Первый раз Первый раз пойти на работу Первый раз пойти в первый класс Это самые тяжелые вещи Они эмоционально сложные Ты боишься Это террин-когнито Ты не понимаешь Неизвестная земля Если вам что-то нравится Просто берите и делайте Не важно, что вы не готовы Что у вас чего-то нету Что вот тысячи и тысячи оправданий Почему вы это не делаете Это вне существует Просто берете и делаете И все Это тяжело в моменте Но зато потом Классно потом Работайте в долгую позицию То есть напрягайте себя сегодня Чтобы завтра быть лучше Вам повезет, если вас поддержит семья Да? Окружающие Но, скорее всего, этого не будет Вы должны быть уверены В том, что вы делаете самостоятельно Если ты веришь в это То ты делаешь это И все Меня и окружающих не влияет Обстоятельства не влияют Ты берешь и делаешь Это самое главное Вот он, пошел Это реактор внутри нас Он заложен в каждом из нас Мы делаем Запускаем этот реактор Поехали Дальше ты начинаешь Вовлекать в свою Сферу влияния Людей Которые говорят Блин, я тебе верю То есть ты начинаешь В свою Сферу влияния Вовлекать людей И если человек разделяет Твоих взглядов Находишь к единомышленнику То он оказывается В твоей команде Если не разделяет Ну, это его право Так образуется команда Ну, то есть Нельзя сказать, что Завтра я буду Вот такой успешный Классный Нет Этого нет ответа И вообще это не факт А нафига я это делаю Другие парни отработали Пошли, побухали А я не пошел бухать Я пошел, блин, тренироваться Приехал домой Лег спать Что надо читать Как бы, блин Ну, просто вот Думаешь, что у елки-палки И момент Когда вот Я прям помню Что у меня Такой момент Который Я очень хорошо запомнил Значит, был Корпоратив на работе Корпоратив, значит Нужно общаться Все хорошо А у меня тренировка в манеже И там У нас классный был Корпоратив Был боулинг Я думал, боулинг Классно играю в боулинг На халяву Класс Ну, корпоратив И были Никак не забуду Были суши Я сушу ел всего один раз жизни Тут второй Представляется возможность Они оплачены Компанией, черт поделить Но мне надо ехать в манеже Там Работать до Глоты Понимаете? Они не идут суши вот никак А я под второй жизнью Хочу съесть Черт поделить Я еще непонятно У меня до 300 долларов Когда еще позвольте Суши съесть И вот они лежат Их приносит А я и есть хочу еще Понимаете? А меня надо ехать в манеже О, вообще И пиво Блин Блин А вы просто Сколько Такая дилемма Я съел одну сушу Такой просто Сделал глоток Пиво Думаю, нет Ладно, ладно Я говорю, ребят Все Пока Я поехал Я выхожу Я чуть не плачу Зима Я топаю Димитро Бойковской Вот Я иду такой Отчего я отказываюсь А парень Не селятся Понимаете? Они все отработают Не корпоратив Они все класс Там все Движуха До полуночи А я валю в манеж И я просто Такой Я иду Такой Такая вот Депрессия Прямо Блин Че Ты как бы Ну А главное Ты работаешь в манеже Ты знаешь Что ты будешь Чемпионом России Нифига Это просто Ты будешь пытаться Стать чемпионом России Но никто Тебе не гарантирует Вообще Никто А здесь гарантированно Ты получаешь Суши и пиво Вообще Просто Мечта Любого Студента Мне 22 года Я иду в манеж Значит Сажусь Метро Метро Еще не сесть Я уже устал Наработался Блин Значит Стою за поручью Держу Такой У меня Диалог Я думаю Блин День прожить Один Потом Будут лучше Высплюсь Хотя бы Там Вот И я Я смотрю Значит Я поднимаю Взгляд На Метро реклама Вот Первый день Когда появилась реклама В Москве Адидас Невозможное Возможно Что бы ты ни делал Как бы другие Не говорили Энсик Испасабл Все будете осуждать Но ты мужики Своей цели Ты будешь Я считаю Охренеть Просто Охренеть Вы сговорились? Да Да Просто Да Да Черт подери Блин Я Еду Манеж Я хочу побудить Людей Заниматься Спортом Через Свою Любовь То К тому Чем Что мне нравится Что я Люблю Да Вот Нас Надпись Любовью Бегу Это Надпись Соответственно Вот Она Нас Характеризует Я Хочу Чтобы Она Характеризовала Вот Поэтому Вот Это Основной Посыл Создание Конфликт Вообще В бизнесе Это Ну Стимул Для развития Потому что Когда один говорит Направо А другой налево Это хорошо Знаете почему? Потому что Мы можем остановиться И подумать А где все-таки Лучше Право Или лево Если ты был уверен Что направо А другой тебе говорит Налево И вы начинаете Обсуждать Именно рационально Обсуждать Возможно Ты не прав И это классно Значит Ты стал лучше Поэтому Конфликты Это штука Хороший Когда рождается Какая-то идея Она Она просто Вот Есть идея А потом Ты начинаешь На нее Наслаивать 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 Поэтому В момент рождения Вот там 7 декабря Когда я был В Новой Зеландии Вау У меня еще Не было Но я понимал Что я еще Буду Нанизывать Да Вот Поэтому Идея С беговым клубом Ну Грубо говоря Там Через 3-4 месяца Я уже начал Об этом думать Да Мы создадим Комьюнити Конечно Мы же продаем опыт Значит мы будем продавать то что мы умеем Мы будем передавать Нашу страсть Мы же бегуны спортсмены У нас все Занимаются спортом Чем ты интенсивнее бежишь Чем ты сильнее напрягаешься Тем больше Внутренних голосов Которые Стоп Прикрать Не хватит Это нормально Мозг дает сигналы Надо остановиться Мне больно И чем сильнее Ты себя загоняешь Тем мозг громче Мне больно Он отдает Боли во всем теле У тебя там Сводит Разводит Тебя тошнит Ну Понимаете Мы все понимаем Что это такое Знаете Вот есть картинка Там Петр Нор Только Лыжник такой На финише Лыжники на финише Падают Видели да? Вот эта картинка Представь себе В 05 Когда люди финишируют И падают Безнанами так лежат Да? Надо тайна спросить Ну расскажи Как ты устал На уроке физкультуры Давай расскажи ему Как ты устал На уроке тяжело Когда тебе тяжело Расскажи Все мы желаем Приобрести миллион долларов Кто не желает Все желаем Но страх потерять Он порой превышает И поэтому мы не начинаем Делать что-то Что может принести Теоретически Там миллион долларов А я думаю Что все участвовали В лотерее Да? Когда-то покупали Лотерейный билетик Нет? Кстати на самом деле Это вопрос к вам О степени риска Это вот тоже интересно Правильно Все мы покупали Но мы нифига не выигрывали Но В бизнесе Это не лотерея Вот намного больше людей Кто начинал бизнес Смогли заработать Миллион долларов Это более вероятность На события Намного больше людей Которые начали пахать На тренировках Выиграли соревнования Это более вероятность На события Понимаете Выбирайте Наиболее вероятность На события И долбите Выключку Спасибо за субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok